Доброе утро, дорогие мои! Сегодня у нас 11 октября и сегодня ролик будет один из самых волнующих вопросов к лубятникам. Когда можно гонять пескунов? Все по порядку. Благодарить пока сегодня за поддержку канала некому, поэтому переходим к ролику. Так, это минералка моего приготовления. В это время года, когда у голубей линка, минералка это обязательно. Лучше не кормите, но минералку обязательно дайте. Почему? Потому что птица линяет. С организма выходит огромное количество минералов, полезных веществ. И на фоне этого птица может ослабнуть. И не зря в это время года как раз у голубей начинается это, да, там весной, осенью начинаются болезни. Почему? То есть я начинается, то есть весной голуби начинают нести яйца, птица слабее. Ну а осенью линька опять слабее. Да, да и у людей точно так же получается. Болеют почему-то гриппом. Не зимой мороза, да, а весной. Ну или осенью. Так, значит, дорогие мои, вот сейчас еще покажу другое. Вот смотрите, яйцо, но это уже взрослая голубочка. Видите, яйцо шершавое. То есть что это говорит? Это говорит, что здесь уже у нее в организме не хватает кальций. У других не шершавые. Понимаете? Видите, гладкие, блестящие. И да, посмотрите. Четвертое, второе, второе, тридцатое. Третье. Пятое. Третье. Пятое. Третье. Какое у нас? Пятое. Ну я обычно яйца пишу, когда они снесли. Да. Для чего это делается? Во-первых, я уже достиг того, что у меня практически одновременно там, ну плюс-минус там 3-4-5 дней. Ну максимум 10 дней разницы. Птенцы это, ну голубки несут яйца. Ну и естественно, птицы практически одна это, да, там ровесниками выходят. Это дает шанс, хороший шанс для тренировки. Понимаете, когда одному пескуну месяц, а другому полтора или два. Ну уже не получится то. А когда всем пескунам, допустим, месяц, месяц два дня, месяц три дня, месяц пять дней, месяц десять дней, в общем, тут уже у вас легче получается. Ну я как бы добился, у меня это так. Добьетесь ли вы этого? Не знаю. По крайней мере, мои голубятия, они практически несутся одновременно. Одновременно. Тут еще там. Видите, опять. Пятое число, седьмое число, седьмое число, девятое число. То есть вот с таким расхождением у меня получается. То есть практически, ну чуть ли не по дням они совпадают. Да, значит, по поводу яйца вот этой голубки. Ну и сколько я тебе показал, посмотрели, да, что у всех нормально. Вот у нее нехватка кальций. То есть, если взять вот эти яйца, подложить сейчас под другими, голубки, кстати, шикарные. И птенцов дают шикарные. Вот они. Сейчас покажу птенцов. Пьеные. Муроморощейки с шахматными холостами. Вот один. Видите, какое чудо. Это Геннаварский уже. И второй. Где ты? Где ты? Где ты? Тоже муроморощейка. Тоже муроморощейка. На полу, наверху. Где вы находитесь? А вот она. Да, если взять вот сейчас вот эти яйца, подложить по-другому, говорит, да, по-других, чтобы она еще раз несла, то, понимаете, ну все. В следующий раз эта голубка снесет уже мягкие яйца, потому что у нее организм не будет адаптироваться. Понимаете, вот очень часто у нас говорят, чем лечить, что давать, да? То есть не надо ждать, пока это, да, как говорится, поздно пить боржомии, когда почки отказали, понимаете? Надо вовремя пить, пока почки не отказывали, понимаете? То есть то, что голубка падает на крыло, там это, да, мягкие яйца, мы тогда даем ему кальций, глюканат, кальций даем. Можете мел давать. Просто обыкновенный мел. Там тоже много кальций, да, кальций даем, чтобы у нее восстановилось это, да, там. Кстати, этого уберу, этого голубя. И этого еще одного голубка. Это шоколадный чиль, который очень хоро, да и красивый, видите, как он. Да. Значит, надо давать сейчас ей кальций, глюканат, в общем, чтобы быстрее восстановилось. А не тогда, когда она начнет, то есть тогда, когда она начнет мягкие яйца нести или на крыло упадет. Тогда мы уже вынуждены делаем. Она уже собирает, уже как бы болеет. Но надо вовремя, простыли, чайку горячего попили с медом, с малиной, с лимоном, с имбирем, там, и с кизиловым вареньем. И все, и все стало нормально, понимаете. То есть вовремя все надо, то есть не надо доводить голубей, чтобы они ослабли. Надо вовремя все делать, понимаете. И притом это не лекарство. Кальций это не лекарство. Это необходимые вещества в организме. То есть вот это, да. Ей сейчас необходимо покормить кальций глюканатом. Либо обыкновенно мел. Ну я гневлю еще обрадую. Смотрите. Какая чудо. Это тоже чудо. Косота. Да, теперь, значит, переходим к этому, да, к сегодняшней теме. Значит, ну я уже как бы объяснил, что у моей голубятни. Ну и те, которые как бы на зиму, это, да, птенцов, это голубей разделяют с голубями. Там зимой не могут птенцов взять, наступление весны, птица начинает это, да, как бы нести яйца. У них тоже как бы одновременно получаются птенцы. Ну что, потеплело, голуби загудели, и яйца пошли одновременно практически у всех. Но у меня-то круглые годы идут яйца, понимаете? У меня не сезонная птица, понимаете? Это круглогодовалая птица. Она круглый год и плодится, и летит, понимаете? Не так, как у других. Плодится вообще не летит, или плодится, там, ну, весной, там, месяц-два, там, дадут крыла, там, чуть, да, полетать. В общем, в общем, то есть там как бы легче вот это, да, получить. Ну что там, одним разом все, да, загудели, если яйца, птенцы будут одинаковы, да. Ну, для тренировки это самый раз, когда птенцы ровесники, понимаете? Ну, опять же, среди ровесников бывают слабые, бывают сильные, понимаете? То есть с предыдущей партии у меня, вот видите, я даже кольца не надевал, на него. Это вот одногнездка того, чернохвостого. Этот будет голубем, этот будет голубочка, но она была слабая. Видите, у нее еще и зеленая, то есть у нее еще была оспа, у него же мы этого, пескуна. Это постарше, есть еще постарше от Вова, от друга, Чапик, где он там. Того тоже уже будут тренировать, да, хотя этот уже, ну, как бы и это, и то. Они намного старше, чем остальные. Так, а для остальных, дорогие мои, смотрите, вот у меня список, я пишу от кого, вот видите, от Орловки, Чап, от Хамут, Шейки, Чернопюры, Шейка. Ну и пошло-поехало, уже молодняк. Да, теперь вот смотрите, одногнездки. Вот этот, какой здоровый, мощный. И вот этот, какая маленькая, понимаете. Вот этого, если я сейчас выпускаю с руки, ну, она не полетит, понимаете. Естественно, хотя они ровесники. А вот этот уже долетит. То есть, как мы делаем, берем голубятни, пищалок, выпускаем. Если он дотянул до насеста, то есть не упал, то есть несколько раз берем и отпускаем. Да, если он не упал, значит мы его, да, вот это от челя, видите, все, уже отрывается пищунчик. Так, а где второй черный гей? От него же. Вот эти черненькие должны быть. Тот поменьше. Да, это тоже от челя, видите. Вот этот черненький. И вот тот, такой челя. Они одногнездки. Ну, сейчас посмотрим, этот дотянет. Видите, это не дотягивает до насеста. Ну, я сегодня проверю, посмотрю, может он дотянет до крыши. Если он сегодня дотянет до крыши, нормально будет, я завтра его буду кидать с улицы. Так вот, значит, ни в одной книжке, ни в одной книжке вы не найдете про тренировку голубей. Почему вы не найдете? Потому что про это, да, книжки про голубей пишут, не голубятники, книжку про голубей пишут либо орнитологи, либо ветеринары. То есть, к гону голубям они никакого отношения не имеют. Они услышали, что вот эта птица летит 10 часов, вот так и пишет. Вот эта высоколетная птица летит 10 часов или 12 часов, да. На самом деле, они к этому отношения никакой не имеют, понимаете. А уж как тренировать тоже. У каждого голубятника есть свой метод тренировки. То есть, у опытных голубятников. Так мой метод тренировки, дорогие мои, ну, поскольку птенцы уже выпрыгнули с гнезда, они могут дотянуть до насеста, то есть метр-полтора могут долететь в высоту, значит, начинаются тренировки уже с улицы. То есть, они должны уже ознакомиться с окружающей средой. И сегодня я вот этих пешалок, вот этих всех маленьких, видите, уже наверху сидеть. Значит, может дотянуть. Так, сейчас посмотрим, кто еще тут у нас сидит наверху из мелочевки. Так, вот, одногнездка его тоже сидит наверху. Тоже, значит, можно тренировать. Так, вот этот мрам-мращейка-хомутон тоже сидит, тоже можно. Значит, вот она чернохвостая. Это, кстати, из-под гад и чернохвостого голубя. Они выходят либо печать щейки, выходят либо вот такие, да, дикари. Вот один, вот второй, вот третий, вот четвертый. Ну, это постарше. Он пятый. То есть, это мелочевка, которые сегодня будут проверяться, тренироваться. Сейчас я их поймаю, выйду на улицу и буду, то есть, ну, во дворе, буду их кидать крышей, чтобы они привыкли, узнали свой дом. Что завтра я когда с улицы буду выпускать, чтобы они долетели сюда, понимаете? Потому что если к своей крыше я им не приучу, они первый раз сядут на соседскую крышу. Для них это будет дом. Для них это будет дом. Почему и мои голуби никуда не садятся, потому что, ну, как ребенок, да, первый раз глаза увидел, открыл. Ну, кого видит, да, там, кто его кормит? Мама. Поэтому его и мамой называют. То, что так же здесь. Они первый раз должны видеть свою, это, да, голубятни. Сейчас я поймаю, выйду и попробую. Так, дорогие мои, ну, поймал я 18 штук. Ну, следующая партия будет вот. Вот. Скорее всего, эти уже выпрыгут с гряза. Вот эти будут. Вот эти будут. Так, ну, сейчас вот этих я беру, выхожу и начинаю тренировать. Так, дорогие мои, вот эти пищалки. Кроме двух. То есть, из 18 и 16 пищалки, двое, ну, поставшие. Да, и просьба такая. У кого есть там грузинская, это, да, порода, эти, гоги-лохмоноги, расскажите, как. Говорят, эта птица там столбом уходит в точку, и говорит, весь день точки стоит там. Кто гоняет таких, такие, лохмоноги-гоги, порода называется. Расскажите про это. Так, ну, сейчас начинаем. Это у нас, да что ж мы такие. Так, это у нас, от кавычки. Это от Гати. То есть, папа чернохвостый, мама. Так, их задача сейчас до крыши и вниз, и не пропадать сегодня весь день. Но у меня еще, видите, у меня все условия готовы. То есть, у меня собака во дворе. Кошки сюда не залезли. У меня кошка, да, там. То есть, на крышу не дадут там. То есть, у меня эти условия созданы, дорогие мои. Так, значит, это один. Это... А, ну, это от рыцара. Вот один чубатенький чил, это вот он такой. Это вот второй. Натянешь? Натянешь. Все, затягивает на крышу. Значит, это завтра с улицы будет летать. Вот эти двое уже готовы, чтобы их выпускать с улицы. Так, ну, это постарше, которые... Сейчас посмотрим, эти летят. Хотя это может быть самые беспонтовые. Или беспонтовые. Одногнездка его уже вовсю летит. Так, и от лоба вот он. Эти должны даже летать. Они должны летать. Они должны летать. Давай. Это точно завтра они пропадут? Нет, вроде уже пытаются летать. Ну, эти дни на 15, на 20 старше, чем вот эти, скажем так, да? То есть, ну, одним словом, по-моему, постарше. Молодец. Так, значит... Значит, значит, значит... У нас... Вот, рыцарь, вот, второй. Один. Такой, черненький. Дотянешь до крыши? Дотянул. Это тоже завтра. То есть, он не упал. Эх, давай, 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 давай. Давай, 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 молодец. Все. До дома долететь, значит, завтра сможет. Так, это, ну, смотрите. Черный. Это вот эта щейка. Черноперная щейка. У которой мозоли. Слушай, мама кудула. Вот этим песком пошел такой. Слушай, черный. Да, у него в крови нет черных цветов, таких цветов. А второй песком пошел, пошел чисто белый. Чисто белый. Как вы думаете, почему? Вот, допустим, у Гати, у него прабабушка была синего цвета. У него в генах есть. А у этого в генах нету. Вот почему он черный вышел? Или он, или она. Потому что чужой голубь топтал. Вот наглядно показывают. Да, голуби белые. Генетически у них крови нету, дракова, да, цветного цвета. Этот вышел такой. Почему? Потому что другой голубь топтал. Это для тех, которые говорят, вот ты возьмешь и получишь. Да ты еще не знаешь, кто эту голубь топтал. Откуда ты можешь знать, что выйдет? Так, это вот ганеловские. Так, ну, полетишь ты, станешь. Ну, вот, за исключением вот этого, чубатенького. Тут он мне показывал для ганели, несколько штук остальные. Пойдут Саше и Диме. Саша есть. И здесь. Уфы, а Дима и Смоленская. Так, вот он тоже, мраморощейка, шахматхоз. Это одногнездка, ты летишь. Это вот тут от той голубки, которой, вот сейчас я показал, что яйцо негладкое. Вот этот белокрылый, это от Гати. У него в крови есть темный цвет. Видите? У него есть темный цвет. Поэтому здесь в порядке вещей. Кстати, я еще обратил внимание, ну, у него прабабушка, по-моему, а прапрадед был синего цвета, очень сильный голубь был. Я обратил внимание, как темные выходят, они сильнее, чем печать шеечки. Так, это вот от желтого челя. Вот, смотри, такой горычаный. Ну, желтого челя вы видели. А второй. Второй, второй. Вот он. Желтый чель будет. Те, которые умеют махать, висят, не падают, а висят. Так, это у нас кто-то. Так, у нас кто-то такой. Так, это желтого челя. Так. Это от челенки и от Левина. Сейчас посмотрим, дотянет он. Дотянул. Это малышок. Но я вместо того его пойму. Так, значит, это у нас идет от бороды. Нет, арсеновские голубки. Я их перепаровал уже. Она касается. Так, значит, ну что, что такое шустренькие. Ну, это вот я показал. Одна гнешка мелкая, вот эта, да, там от этого, от кукленыша. Отец пропал, кстати, его и не долетел. Я же недавно показывал. С-под него. Может, я один песку мелкой пошел. Мать, наверное, не успевает обоих. Нормально, не торгует. Голубка одного торгует. Это вот ганай-барский. Вот он. Ганай-барский. И так. Еще батенька. Чернохлоский, чернохлоский. Чернохлоский, чернохлоский. Ну, периодически они будут падать вниз, я их буду поднимать вниз. И сейчас посмотрим, этот сюда тянет, вот этот, отчеля. Дотянул. Молодец. Значит, все вот эти, 17 или 18 штук, давайте, они завтра будут уже с улицами. И вот, дорогие мои, весь день они сегодня будут сидеть здесь. Для того, чтобы изучать свою... Да что, чтобы в кармане включать. Для того, чтобы, это да, изучать свою крышу, свою голубятню. Слушай, у меня икор буду сюда кидать, чтобы они завтра рвали сюда. Ну, потом посмотрю, если они спустятся вниз, попробую опять снизу поднимать вверх, чтобы они пошли. Ну, в общем, то есть, вот так мы начинаем тренировки. Ну, все, как бы, вечером, посмотрим, сколько из них пропало, сколько осталось. Так, дорогие мои, ну же, вечер наступил уже шестой час, скоро потемнеет. Так, ну, я, как говорил, пока что некому поблагодарить, не ошибся. Ну, спасибо Юрию Владимировичу за поддержку канала. Спасибо, дорогой, дай Бог здоровья тебя и твоим близким. Это вот с утра я корму насыпал, идет как насыпал, но так и остается. Значит, выпускал я сегодня 18 штук, но они в основном сидели там. Видите, теперь часть тут сидят. Раз, два, раз, два, тут сколько? Четыре, шесть. Значит, восемь, чтоб здесь сидеть. Восемь здесь. Там у меня сколько? Два, четыре, шесть, восемь, девять. Девять, девять. А где десятый? Десятого не вижу. Так, еще раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, это одиннадцать. Одиннадцать. Это одиннадцать. Так, а, все, вон она, два, четыре, шесть, семь. Все на месте. Один просто сзади маленький такой, видите, спрятался за гологом. Ну, сейчас посмотрим, они, бандиты хорош, под ноги подать. Сейчас посмотрим, они спустятся сюда. Ихняя задача сегодня с крыши спускаться вниз. Пока не спускаются. Так, я сейчас почитаю пару комментариев. Потом только дверь откроем. Так, Миша пишет. Гаги, чем дешевле из поколения поколения лезет голубям крылья, тем дольше они начинают летать в небе. В третьем поколении уже начинают летать по трех суток. Здравия здравомыслие же. Вот, представляете, дорогие мои. Есть голуби, которые уже лет двадцать минимум режутся. Это сколько они? По двадцать суток должны будут летать. Ну, к великому сожалению, еще прав. Так рассказывают. Так, Агик, договорите, все правильно. Чем больше под роликом комментариев, тем больше Ютуб рекомендуют просмотру роликов. А таких, как мышь, волосатые ноги есть хорошая польза. Можно в легкую, в легкую грызуна и потравить, постебаться. А так пусть пишет, пусть увеличивает парасмотра. Миш, дорогой. Мышь, он и в Африке, мышь от мыши никогда пользы нету. Ну, понимаете, ну, лохматым, лохматым нам это, да, тут делать нечего. Я его, ни комментарий, ничего от него не надо. Потому что за все эти годы только вот один такой, хоть более-менее такой, да, там его, как там, Google критиком назвал. Ну, тот хоть там залазил в Google, там это, да, там листал, пытался что-то против найти, чтобы показать, да, там, что вот это не так. Ну, вот единственный такой, более-менее, остальные, ну, а этому, лохматому я просто заблокировал. Мне это место, и вот тут. И вот сейчас смотрите, дорогие мои. Я когда выпускаю, обычно, когда они у меня там сидят, я что говорю, если я сейчас выпущу голубей, те быстро прилетят, но я их специально не выпускаю, пусть они там хоть весь день сидят, чтобы быстрее, чтобы быстрее. Это что это? Они самостоятельно научились. То есть не быстро, а самостоятельно, понимаете? В общем, то есть если когда я выпускаю оттуда, оттуда, начну еще с дома голубей поднимать, им намного легче будет долетать до дома, понимаете? Точно так же, сейчас я выпущу голубядни, голуби, эти, ну, вот я показал, корм на земле валяется, никто не спускается, да, все сидят на крыше. В общем, и так будет до темноты практически. Перед темнотой они начнут уже макаться, искать дом. В общем, ну, то есть как ребенок, да, когда начинает плакать, когда уже спать хочется, или кушать хочется, да, в это время. Да, сейчас я дверь открою, они быстро будут спуститься отсюда. Ну, опять же, как, не в словах, а в делах. Давайте вам тоже обои поднимем наверх, идите, чтобы вы тоже... И вы сейчас самостоятельно все это увидите. Еще раз, дорогие мои, все вот эти вещи вы не увидите ни в одном книжке, нигде. Так, на только что сейчас голуби не вверх пошли, а начали кушать. Поэтому я ждал, ну, чтобы перед темнотой они это, да, как бы спустились. Вот, видите, целая толпа там сидит, и здесь сидят. Это вот мой метод тренировки. Вот так я их тренирую. Оп, подлетел чубатенький. Ну, а вы... Сейчас вот здесь станет больше, они оттуда-сюда сюда подлетят. Потом уже вниз спустится. Ну, вот так. Так устроено голубинный мир. Понимаете? Так устроено. Ну, вот и жалко времени уже мало осталось. Ах ты. Вот. Один спустился уже из этих. Ну, по-моему. Давайте. Доказывайте мои слова. Вот, второй спускается. Вот эти. Вот, третий начал спускаться. Видите? Вон пошел. Обратите внимание, что бы я ни говорил, я все это закрепляю фактами. Не просто словами, да, там, решить третьим поколением у тебя по трое суток будут летать, а показывай, как на самом деле происходит. Понимаете? И все равно находятся недоумки, которые пытаются что-то мне доказывать. Понимаете? Которые пытаются что-то... Эй, бандит! Что-то мне доказывать, да? Кстати, в Армении есть такой премьер-министр. Никол Пашоглы. Вот он куда не пойдет, блядь, во всем профессор. Всех учит. Всех-всех там. В общем, как, что надо делать? Как надо корову давить? Как надо... Это позор нации. Это страсть какая-то. Не знаю, даже он является армянином или нет. Но факт то, что... Все понимает, понимаете? Хотя сам является такой, да, там, недоучкой. Он даже не закончил образование. Он даже толком не получил. Его выгнали. Ну, во всем понимает, что сварки, что как арматуру делать, как коров, как деревья, во всем. То есть, вот специалисты. Вот такие есть там. И беда, когда такие, вот это, да, попадаются власти, когда у них власть. Это вообще капец. Понимаете? Это вообще... Ну, вот представьте себе, да, как лохмоногий станет премьер-министром. Вот этот дурачок, который был здесь. Другие. Это вообще страсть. Да. Завтра, видите? Ну, как поняли, уже там практически никого не осталось. Живисят. Ну, вы же сегодня утром видели. То есть, ну, в начале ролика, это было утро, в начале ролика видели, как они. Из них двое только. А твой, и вот этот, который чуть постарше, они, и сели. Это вот мой метод тренировок, дорогие мои. Мне никто не учил. Все вот эти вещи никто не учил. Ко всему этому я пришел самостоятельно. Понимаете? Самостоятельно. Хотя там в детстве, когда держал, мне тоже говорили, вот пропадет, да подожди, пусть вырастет. Тогда тоже были супер голубятники. Ну, я бандит, ну, хорош, а? Засранец. Он сейчас пошел, он салфетка упала, салфетка играет. Вот. Еще малыш играется. Еще играется. Ну, как бы вот так, дорогие мои. Завтра начнем вторую тренировку. Ну, самые первые тренировки я показывал, в гнездах берете и начинаете в руках потряхивать из шалок. Это, да, там еще самых маленьких. И тогда уже определяется. Еще в гнезде можете уже определить, кто из них, что может получиться. И на 100% ну, приблизительно. Редко когда бывает такое, что в гнезде умашет, это, да, дольше всех. А потом, когда вырастает, летит хуже всех. Нет, такое не бывает. Да, вот этот, этот мраморошейка. Походу, еще и в забой уйдет он. Обратили внимание, хвост вот дугой вниз. То есть, по крайней мере, шелчки у него будет, как экскаватор будет выгребать. Шелчки будут хорошие. Даже вот мешалок есть хвост. Есть рыбий хвост. Да, вот такой. Да, ну, тут долго получилось, дорогие мои. Миромер, груда в небо. Гоняйте, занимайтесь. в каком возрасте гонять в шелчках, уже поняли. Всем мера и добра.